Всем здравствуйте! Меня зовут Валентин. Я типа не на кухне, а на студии. На самом деле, я на кухне. Вот сзади кран. Импровизационный формат Хорус. Это второй выпуск. Это формат, в котором есть много водички, много огонька и всего такого. Обсуждаем самые разные тематики. Сегодня поговорим про SP как по-другому, потому что в первую очередь, как я сказал в обзоре Джимми Рута, появилась информация по поводу индонезийских гитар SP. Как мы все знаем, там все очень двухсмысленно. Поговорим также про то, как я съездил на концерт Alison Chains. Это будет не обзор альбома. А может быть, кто знает. Ишь о чем-то таком, о чем я еще, наверное, придумаю в течение этого ролика. Такие истории. Начинаем? Как мы все знаем, компании SP, PRS и еще некоторые новыми компаниями перевезли свое производство с Кореи в Индонезию. Несмотря на то, что этот процесс был, в принципе, не мгновенный, он начался буквально с 17-го года и продолжается до сих пор, потому что можно по серийному номеру гитар посмотреть, что какие-то в 17-м году уже со сборкой Индонезии, какие-то только в 19-м. Например, Snakebite уже 18-го года. Все. Индонезия. Очень печально. Итак, сразу к делу. Я открыл сайт SP и здесь меня сразу встречает, конечно же, Кирка с очень странным, конечно, задумчивым лицом. Прикусил нижнюю губу. Видать, так ему нравятся эти гитары. Вообще, если бы он покрасил волосы в черный, наверное, он бы снова выглядел как в 2008-м, потому что этот пацан не стареет. Почти. Буквально два года назад, когда компания SP представила вместе с Metallica и Snakebite Bariton Джеймса Хэтфилда, ну, есть ролики на канале, также одновременно с этим вышла и первая из новой серии гитар Кирка Limited Edition Luigi, только в песочном цвете. Об этой гитаре у меня, ну, я вскользь рассказывал, но каких-то определенных впечатлений у меня так и не сложилось из-за нехватки времени. Показался гриф чуть-чуть тонким и все такие мелочи. То есть ничего сформулировать я не смогу. Сейчас вышло продолжение. Это, по сути, те же самые гитарки, только в новых цветах. И это, конечно, самые гламурные гитары, которые я видел в руках металлиста, но это Шкирк. По сути, от тех, как я искал раньше, они отличаются только цветом. Возможно, и было бы очень классно, если бы они появились у меня. Я уже всячески пишу MV Music и разговариваю с коллегами, чтобы прислали, прислали первым. Конечно, вполне возможно, эти гитары уже могут быть и не корейского происхождения. Оттого уже становится неинтересно. Но лично мне, если брать и говорить про внешний вид, это каждый на любителя. Если я скажу, что мне эти гитары очень нравятся, то мне потом в комментариях предъявят, что я фанат гламурных делов. Но я скажу так. Есть у Кирка Хэммета еще одна гитарка. Сейчас вам покажу ее. И я вот ее конкретно уже практически выпросил. Выпросил у коллег. И, возможно, они мне ее пришлют. Где она тут? В ось. 602 модель. Обновленная, с новыми датчиками и просто в Purple Sparkle цвете. В фиолетовом. Вот эта вот грань, когда... Ну, вы все поняли, короче. Можете писать уже в комментариях о том, что мне такие гитары нравятся. Наверное, это проблема. Мне вот насрать абсолютно. Перед тем, как мы пройдемся по новым моделям, интенезийским, все-таки хочется рассказать конкретно о том, что сейчас происходит в мире. Компания из фи, как и многие, перенесла свои заводы. Об этом я уже не рассказал. Думаю, от этой точки уже можно двигаться дальше. Эта информация, я думаю, уже достаточно всем известна. Теперь о самом главном интересном. Насколько эти гитары хорошие, насколько эти гитары стоят своих ценников. Потому что ценник-то еще и подрос по многим причинам. Скажу так. Несмотря на то, что я эти инструменты в руках не держал в руках и навряд ли подержу, об этом тоже потом я вскользь расскажу, я руководствуюсь, конечно, мнением основного штата New Music, который находится в США. Также и вот эта вот связь людей, которая идет с New Music, то есть это и коллекционеры, и люди, которые работают в компаниях, там, Испи, Гибсон, ПРС и так далее. ПРС, или как там правильно. Это на самом деле прикольная, интересная тема. Может быть, когда-нибудь я расскажу, но из-за того, что... Ну, просто я прочитал недавно один комментарий. Из-за зря до того, что человек писал, что... Как меня видят люди, да, через камеру, что это чувак, который продает пианино и рояли, и в перерывах между этим он рассказывает про интересные гитарки, суровые будни. Нет, я в физическом магазине никогда не работал и в жизни туда не пойду. Я делаю, потому что мне это нравится и никаких других причин тут нет. Если бы это был промоушен, канал бы назывался по-другому, и ролики бы гитарные выходили гораздо чаще, и как минимум был бы преролл, и... Ну, это когда перед началом ролика всплывает реклама, а она всплывает только сейчас. Ну, я только что придумал. Видите, это не было абсолютно... Это не специально, это не наигранно, как и я, да? То есть... Мне это и нравится. Мне нравится лажать обязательно. Мне в кайф всегда произносить что-то неправильно, да? Хотя порой даже знаю, что, наверное, нужно все произносить правильно, делать правильно, но потом я вспоминаю, что, чувак, ты не на ТВ. Тебе никто за это не платит. Ты делаешь это потому, что тебе нравится поставить камеру и снимать на кухне ролики. Вот и все. Ты получаешь, что-то кайф. Такая история. LTD GH600 мне про нее рассказывали. Про SP LTD Snakebite про нее мне рассказывали. То есть конкретно сравнение индонезийских моделей с корейским. Хреновенько. Хреновенько. Отличия и внешние. Одна тускнеет, другой. Там, если говорить про матовое, например, покрытие у Snakebite серого. Если говорить про глянец, ну, про общее. Вот ты берешь в руках инструмент, ты ощущаешь его в принципе так же. То есть, ну, опять же, разница не на миллион. Разница не на тысячу долларов. Абсолютно. Но ты чувствуешь, что пока эти инструменты сырые. Поэтому, если вам важно мое мнение, я его высказываю. Рекомендую и буду рекомендовать присматриваться к корейским моделям. Либо БУ, либо Олдсток. Опять же, если смотреть на определенные годы, определенных моделей, можно взять инструмент охренительный. У меня скоро будет ролик. Я кое-что себе вытворил. Без комментариев. Без комментариев. Будет прикольно посмотреть. Ну, вот такой вот кривой спойлер. Не умею я заинтересовывать людей. Ну, давайте теперь немного о хорошем. А хорошее здесь то, что, как я и сказал раньше, переход с Индонезии скорее в Индонезию произошел плавный. И из-за этого некоторые модели пострадали не сразу. Например, в прошлом ролике я рассказывал, что мне очень сильно понравился Arrow. Начало, когда я поиграл на Мишиной гитаре. Миша, привет. И сейчас, когда компания представила ЛТД модель 401, индонезийскую или китайскую, я уже не помню. Она, конечно, полная Г. Затем она представила буквально недавно тысячную серию. То есть, по идее, как раньше, это была бы корейская модель. Все классно и отлично. Плюс тут еще новый цвет Andromeda и белый цвет, конечно, который я бы с радостью взял. Так вот, в чем прикол? В том, что сейчас эта гитара уже Индонезия. Но, если смотреть по сирийнику, тут, конечно, по фотке не видно. Если смотреть вроде 17-й год или 18-й, а она корейская. Если вы холодны к этому, то можно посмотреть остальные ЛТД модели. Некоторые из них тоже будут корейские. Все статистики у меня нет, поэтому я не могу говорить. Например, вот эта вот моделька, ну, Avertune, я не знаю, пока с Avertune у меня как-то не сложилось. Где она тут была? Где она тут была? Короче, буду проще. Открою вторую страницу. О, кстати, Ко. Ко. Вот эта моделька, я даже как-то раз хотел ее заказать. Очень красивая. Выглядит как ваш бабушкин шкаф, но Ко это не просто бабушкин шкаф, это отдельное дерево. Очень классное, очень резонирующее. В основном его используют с минимальным количеством лака. Вот, это все очень красиво. Опять же, глубоко вклеенный гриф. Две полоски. Ух, это опасное тело. Так, вот она, с датчиками Fluence. Очень интересная моделька. Ну, чем интересно? Это просто черный... Ой, ой, чуть не сказал, что это просто черная гитара. Ну-ну-ну-ну-ну, надо вырезать. И самое красивое, что я видел в жизни, это черная гитара, которую хотят все, все, все. Без шуток, мне эту гитару реально было бы интересно в руках подержать. Не обязательно черную. Потому что, во-первых, это новая серия C1000 обновленная, уже с глубоко вклеенным грифом. Опять же, датчики вот этих Fishman Fluence, которые стоят еще на другой гитарке Mastodon. Мне тоже там интересно было бы попробовать. Вот. Ну и в целом, что сейчас из себя представляет C1000, было бы интересно посмотреть. Сейчас эта гитарка тоже уже с сборкой в Индонезии, но здесь пока вот еще Корея написана. И что у нас там, 17-й год, я рассмотрел. Вот. Поэтому такая информация. Тоже очень красивая гитара, но почему-то на этой фотке она смотрится очень блеклой. Очень странно. Многие гитары на сайте SPI реально смотрятся не так красиво, как вживую. Опять же, я когда недавно фотосет делал одной очень интересной гитарке, которую скоро расскажу, тоже это заметил. А теперь о грустном. Компания SPI в 2019 году представила новый серийный ряд. Конкретно новые расцветки. Они очень красивые. Опять же, лучше я возьму фотки с интернета, потому что на сайте SPI даже вот этот вот Horizon 1001, он выглядит не таким сексуальным, каким он есть. Они уже все Индонезии. И корейских нет и не будет. Они очень красивые. Этот цвет морской волны, он безупречен. И я видел, как подобная гитарка выглядит вживую. Не конкретно эта, а испишная. Спойлер. Это просто... То есть вот эти вот офигенно красивые расцветки, которые... Ну, Пере задала моду на такие расцветки. Они выглядят офигенно. Да и вообще, если посмотреть на эту гитарку, не только Horizon в таком варианте, да, уже сейчас будет яйца 1000, и Mirage серия, ну, M2. Они, конечно, выглядят очень классно. То есть, если убрать окантовку, вот не знаю реально, зачем. Вот вы просто... Ну, это как голова грифа эпифона. Хотя одно время она была такая же, как у Gibson. Тогда это был Epiphone by Gibson в Японии. Но она убивает. Вот там голова убивает. А здесь вот эта вот инкрустация. Вот эта вот, ну, с намеком на бутиковую сторону. Потому что на бутиковой гитарах такая тоже инкрустация есть, даже толще. Тоже, не знаю зачем. Тем не менее, гитара выглядит очень дорого и очень классно. Если бы это была корейская модель, наверное, я бы уже пилил обзор на нее. Потому что она выглядит нестого классно. С одной стороны, компания SPI представила ряд очень красивых гитарок. Которые дадут пару и жару всем конкурентам. Потому что реально у них там уже и телекастеры, и суперстраты, и стратокастеры. Абсолютно весь серийный ряд у всех компаний просто с коммунижен. Те же самые Arrow. Это же все-таки Jackson RR. Выглядит очень классно. Но пока они, конечно, только выглядят классно. По составляющей, по количеству брака, по звуку пока, конечно, тяжело. Ну, конечно, с большего, если говорить, кстати говоря, тоже про звук и вообще про разницу, повторюсь. То есть, она не вот такая вот огромная. То есть, если вы уже приобрели, например, инструмент из новой серии, какая разница? Гитара должна приносить удовольствие. Если приносит удовольствие индонезийская гитара, посмотрите, как она красиво выглядит. Если просто из-за внешних параметров вам будет хотеться ее взять в руки, победа. Я об этом много раз буду говорить. Вот. Поэтому, ну, разница есть, да. Да, если вы выбираете сейчас гитару, я повторюсь. То есть, я бы советовал обратить внимание не на индонезийские модели. Вот. Но если вам, в принципе, пофиг на то, что написано сзади гриф, вы выбираете гитару по другим параметрам. У всех параметров плюс-минус разные. Это абсолютно нормальная история. То забейте. Вам нравится гитара, идете, покупайте и все. Все просто. Ну, а я, наверное, еще чуть-чуть заинтригую в заключении этой темы. Скажу, что скоро выйдет обзор на инструмент от компании SPI, сделанный вместе с MV Music. Те, кто подписан на MV Music, что-то много сегодня о них, те знают. Видели? Это SPI 2 Eclipse 2019 года в офигительном цвете. В общем, от этой гитары я до сих пор отхожу. К сожалению, меня уже тут ее нет. Но в ближнем ролике все об этом расскажу. Ну, а теперь переходим к Allison Chains. В прекрасный город Прага я приехал за несколько дней до концерта, потому что я очень люблю этот город. Это прекрасное, прекрасное впечатление. Уже ближе к концерту на Карловом мосту я встретил некоторых участников группы. К ним я решил не подходить. Они были заняты своим делом. Я не люблю в этом плане подбегать и что-то там от них требовать. Пусть сначала отыграют. Потом уже буду их напрягать. И впечатления, конечно, сквозь рекой шли. Уже потом, 3 июня, где-то в 12.00 я пришел к месту проведения мероприятия. Это форум Карлин, 3000 через 4000 человек. Если говорить о самой площадке, о звуке, да, сразу. Звук был офигенный. Площадка тоже охренительная. А вот организаторы чуть-чуть тоже, как всегда. Ну, это везде норма, да. То есть вот эти непонятные очереди, что ты сначала не понимаешь, куда ты стоишь, потом тебя передвигают. Начинается вот эта вот история. Кто-то на честном, кто-то на польском. И вылетит такой, что? Так, Блэд, что происходит? Вот. Плюс для меня это было в новинку попадать на концерт не хэви-метал группы. Хотя тоже. Вот к чему вблизи же их отнести к року или к хэви-металу? Потому что у них это всю жизнь творится. Из-за этого, наверное, они каких-то определенных высот не заняли. Хотя, опять же, после смерти вокалиста, возможно, что случилось. Но лично я считаю, что эта группа, опять же, изучала историю. Всегда мимо, вот между, точнее, между роком и между тяжелой музыкой. Все время туда-сюда билась. То у нас с Мегадес ездит с Металликой, то с Айра Смит. Хотя вроде по жанру, по музыке у них все время была жесткая линия, которая оборвалась в определенный момент. Потом с 2009-го уже пошла следующая. Вот эта вот более грубая, сладшая, ну, как угодно можно назвать ее. Говоря о группе, которая была на разогреве, Black Rebel Motorcycle Club, как мне кажется, и по мерчу, и по разговорам, что я слышал, эта группа привела 30% людей вообще на концерт Alice in Chains. Вообще, к слову, 4000 человек на концерте Alice in Chains, это очень мало. Те, кто знают, опять же, про эту группу, понимают, что это очень мало. Но, тем не менее, сейчас не востребовано данный жанр музыки. Какой сейчас жанр музыки? Тяжелый вообще востребован, да? Поэтому это отдельная история, чтобы всплакнуть. Так вот, об этой группе, Black Rebel, я особо ничего не знал, пока не услышал эту песню. И после этого я вспомнил, что это за группа. И оказалось, что я даже какие-то клипы на тебе смотрел в свое время. И, собственно, этот клип на эту песню им принес ту популярность, которая у них сейчас есть. Как и в случае с Бакаса, я не являюсь поклонником этого жанра. Ну, там был панк, здесь это гаражный альтернативный вестерн-рок. Я не знаю, скорее южный, да, южатиной там пахло. И банками этими, гибсон и ЕС дороженными. Вот, поэтому что-то я не могу сказать, да. Впечатления были, красиво, стильно звучит. Вот, пожалуй, эти три эпитета я оставлю про эту группу. С творчеством Alice in Chains я познакомился абсолютно вживую. Я их не слушал, но когда я посетил концерт Метальки в 2014 году, свой первый концерт в туре Bayer Quest, тоже в Праге, мне нынче зашло. Я как сейчас помню, что я в тот момент про Гранж ничего, кроме Нирвана, не знал. И мне казалось, что это не мое. И что, ну, я послушал Нирвану и просто не мое, да. То есть откинуть все остальные эпитеты, да. Потом, когда вышли эти ребята, начали играть, а я даже не послушал, даже перед концертом не послушал дискографию совершенно. Мне так зашло. Конечно, все остальные фанаты Металлики, которые все время чего-то ждут, они такие, когда Металлика выйдет? Мне дико зашло. Вот они в следующие три концерта, которые я посещал в этом туре Bayer Quest и Металлики, они играли. И с каждым концертом я все больше ждал их выхода. И это была такая любовь с первого взгляда, о которой сейчас мне очень приятно вспоминать. Я заодно, раз уж лежу в руках, открою эту красоту. Тут, кстати, тоже, собственно, кусочки с концерта. Не этого, другого. Конечно, я бы странно все посвятил отдельный ролик про историю Альсенчейнс. Это очень классно, интересно. Мне, по крайней мере. Это и период в 95-м, когда началось это переплетение с трэшем. Потому что Альсенчейнс были на всех сходках. Флэш оф Тайтанс и так далее. Они везде были. В туре с Металлика, в туре с Мегадет и так далее. Например, когда ушел из жизни Лейн, первый вокалист группы, который вызывает у меня очень смешанное всегда ощущение. Вроде, с одной стороны, очень талантливый чувак, с другой, абсолютный нарик. Когда ушел Джерри Кентрилл после всего этого, начал делать свой сольный проект. На разогреве выступал кто? Робковый Станни со своей личной группой. Робковый Станни, гитарист Дез Энджелл. Когда Дез Энджелл развалились. С Робом Трухилио. Он тоже был басистом у Джерри Кентрилла. Джерри Кентрилл в тот момент же писал саундтрек к фильму Кабельщик Джима Керри и к многим другим. То есть, это очень интересный кусочек отрезок времени, о котором очень было бы интересно рассказать. Но я понимаю, что это никому не интересно. И данная группа на территории СНГ особо никак никому не интересна. Хотя, они приезжали же, они приезжали в Тонтурио, в Москву, в Питер, по-моему, тоже. И они собрали, они собрали достаточно народа, поэтому классно. Хотя, ну я понимаю, что средний статистический поклонник творчества группы Лесен Чейнс на территории СНГ, опять же, статистика, да, не мое личное мнение, просто разговаривал с людьми. Без Лейна уже не то. Вот и все. Поэтому такая история. Будет интересно, я с радостью сделаю ролик, потому что мне будет приятно поделиться этими эмоциями. Возвращаясь к концерту, конечно, для меня это были буря эмоций. И после концерта, потому что мне удалось встретиться с Джерри Кентреллом и группой, с исключением барабанщика. Ну, вот он из тех людей, которые не выходят и не разговаривают с людьми. Вот. И сам Джерри Кентрелл, который в силу своего возраста и семейного положения себя очень прикольно повел, потому что я подошел к месту, где они должны были выйти. Он появился сзади из ниоткуда, как это бывает, узнал меня, было приятно. И так получилось, что я принес ему винил, который до этого я дико искал по всему городу. И принес ему, хотел расписать пикард от гитары. Не, не пикард, а бэкплейт. Бэкплейт. И у меня бэкплейт лежит в заднем кармане. Я дотягиваю винил. Он еще удивился, типа, у меня в пленке. Он думал на пленке расписаться, но это же бред. Вот. Я снимаю пленку, он удивился. И рядом стоял еще один чувак с двумя винилами. И это очень прикольная была ситуация, потому что тому чуваку досталось. Чувак реально начал как своего сынка отпиливать. Типа, ты что, пришел два винила сюда? Ты, может, еще три принеси? Четыре. Ты тут понимаешь, что люди стоят. А ты тут тратишь время. И я просто беру тот бэкплейт сзади и поглублю в карман. Такой думаю, типа, что я буду нарываться? Вот. Ну, в принципе, даже медиаторов предлагала, как-то мы ей отказались. Ну, там была тоже отдельная история, почему. В общем, тоже я... Много можно рассказать об этом. Ну, вы понимаете, да? Я горю, по глазам видно. Мне это очень понравилось. Огромные эмоции. И самого Джерри Кентрилла я очень сильно уважаю. И уважаю то, что он делает. И как человек, он, конечно, ну, очень-очень суровый, своеобразный чел. Определенно, если говорить, не мой типаж, как-то так. Но, ну да, то есть... Для кого-то кумир, для кого-то человек, для кого-то музыкант, для кого-то натура творческая, для кого-то что-то еще. Для меня это определенный человек, определенный музыкант, который находится в истории, в истории живой музыки. Абсолютно оправданно, и я бы даже сказал, и хотелось бы, чтобы он занимал там гораздо больше, чем он есть, места. И это человек, которым я вдохновляюсь. Ровно как и Джеймсом Хэтилдом. Они ищут Иреша, поэтому... В принципе, Джеймс Хэтилд, он тусит абсолютно со всеми людьми, которые мне очень близки. Это и Сэмми Хэггер, и в свой период Билли Джо с Гриндэя. Такая история. И рад, что в какой-то момент времени я решил слушать не только тяжелую музыку. И сейчас я, в принципе, хочу посетить огромное количество концертов. К сожалению, времени не хватает. Это бы и Гриндэй в Москве посетить, и Тото в Варшаве, и Волбит. Буквально они пару дней назад были в Варшаве. Я тоже хотел так на них съездить. Ну, вкусовщина, да? То есть я не буду говорить историю про ограничивать себя, не ограничивать. Это история каждого. Если кто-то любит только Slayer или только ACDC, там хорошо, что вы слушаете живую музыку, да? В наше время. История для каждого. Я, как всегда, высказываю свое мнение. А теперь перейдем к заключительной части Хоруса. Это по традиции, конечно же, ответы на комментарии. Итак, первый вопрос поступил от человека с ником JapanNMan. Вроде так. Расскажи о качестве индивидических топовых ДИН, ЛТД, Вашберных и ТД. И как они вообще в сравнении с корейцами? Вроде как они на одном заводе делаются, судя по серийнику начинающемуся на IW. Да, все верно. На одном заводе они практически делаются, но на нескольких, да? Например, ДИНы делались, точнее, собирались на заводе Пересосье. Сейчас ДИНы уже не корейские. Они тоже переехали, как и остальные модели. Ну, по поводу ЛТД отмотай. Вот, по поводу Динов и Вашбернов я посвящу отдельный ролик Дину, точно. Можешь ли посоветовать какие-либо эксплореры в классическом дизайне по более-менее доступным ценам? Для каждого доступная цена – это очень разные понятия. Поэтому я не могу тут это надо отдельный ролик реально пилить и про это разговаривать. Приходи на стримы, можешь там высказать вопрос. Хотя у меня стримы не так уж и часто, но периодически случаются. Сколько отращивал волосы для трясения под гитару? Вопрос серьезный. Ну, один раз я их подстриг. Ну, не сильно. Под Семихагара. Отращивал, мне волосы медленно очень растут. Плюс я и много чего с ними приходится делать, потому что природа нихреновая. Ну, блин. Ну, мне сейчас 24. Отращиваю с 16 лет. Вот тебе и ответ. Привет, я новичок. Ищу себе гитару для металла за 500 долларов. Что вы говорите, пацаня? Каждый раз, каждый раз. За 4 года мы вон у тебя делаем. Это вот всегда любой вопрос. И чтобы на стриме не задали вопрос за 500, это... Ладно, я просто прикалываюсь, да? Просто это, типа, больная тема. За 500 долларов для металла. Дим, был обзор на него, хотя он уже подоржал. Блин, цены изменились. Я определенно смотрел бы БУ-рынок, да? То есть, БУ-рынок. На вскидку сложно сказать. Дим неплох был. Если что-то поагрессивнее, Червел Старс есть рядышком ролик. Вообще, тут, на самом деле, история очень похожая с SP, которую я сейчас рассказывал. Очень зависит от модели от серийника. То есть, иногда можно найти какую-то компанию, интересные модели, но только определенных лет. Вот, кстати говоря, в одном из следующих роликов я расскажу о своей новой гитаре, и вот там тоже будет эта тема интересная. Вот. Поэтому, ну, если я скажу прощательный мюдик, это будет рекламой. Поэтому я могу тебе сказать так. Хочешь не пожалеть и довериться людям, которые знают, можешь обратиться в любой магазин. И за 500 долларов выбрать гитару. Как и кому ты доверяешь? Считаешь, разведут тебя там или нет? Либо ты адекватно подходишь к этому делу, и знаешь, что не все так себя ведут. Так действуй. Если хочешь, иди на всем известный ресурс и рискуй. Тоже абсолютно другая история. Поэтому все, такая история. Каких-то определённых моделей мне сложно посоветовать, потому что за гитару, за 500. Ну, я здесь сказал DIN C450 Custom. Прикольный. С Флойдом, там есть и без Флойда версия. Джексон. У Джексона есть ДК-серия Динки. С болтом, да, на болтах. Но она японская. Очень классная. Она примерно на 500 долларов стоит. Опять же, на вторичном рынке. Эпифон. Ну, Эпифон или спол. Поставить ежи, почему бы и нет. Для металла. Тоже за 500 долларов можно найти кастом стандарт. Они на самом деле не сильно отличаются. На вскидку могу тебе сказать, например, Эпифон кастом, да. Знаменитая модель. Я пробовал все модели. И в 80-х, только корейские. И в 80-х, и в 90-х, и в 2000-х. Почему-то, и новый китайский, конечно. Почему-то самый вкусный не понравился 2000-го кореец. Вот не знаю почему. Такая информация. Извините, я не полно ответил на твой вопрос. Обязательно в следующий раз исправлюсь. Может быть, даже сделаю отдельный ролик. По-моему, что-то на эту тему у меня точно было не раз. Как ты по дешевке съездил на металлика и слэйр? Слэйр. Ну, блин. Все просто. Лоукосты. У меня рядом Литва. Мне туда легче ехать. Два часа. Минимум. Ну, зависит от границы. Ранэйр. Визэйр. Все эти операторы. Аэрбнб. Сервис, где можно купить хорошо жилье. То есть, в принципе, эта вся информация лежит на поверхности. Но там нужно все очень хорошо структурировать. И для этого лучше сделать отдельный ролик. Но, опять же, спасибо за вопрос. Обязательно будет ролик на эту тему. Будет ли выпуск Хоруса про Дин? Как ты относишься к гитарам фирмы Solar? Мне кажется, уже этот вопрос был. Про Дин я уже ответил. Будет отдельный ролик. По поводу Solar. Насколько я помню, это гитары Олы Ингланда. Никак не отношусь абсолютно. Их не трогал. И мне особо не интересны вот эти все мультимензуры. Хотя у меня есть стандартные гитары. Но, ну, мне не знаю. Мне просто должно что-то зацепить особенное. Что-то особенное должно зацепить. Через Music эти гитары не заказывают. Поэтому просто так вот по щелчку. Нет. Только если кто-то, может быть, если из вас предложит мне данную гитарку на обзор, я бы попробовал. Вот. Либо Миша когда-нибудь привезет. Но он же Solar. Миша, ну ты же Solar? Нет. Нет. Только. Только гитары для металла. Черные. Хотя там же Solar для металла черные. Да. Следующий вопрос. Сто процентов уже заваливали вопросами про Хэтсилда. Но все же. Что думаешь об этом? Реально классно. Мне нравится, как он поставил вопрос. Вопрос реально классный. Просто что думаешь об этом? То есть, ну, классно, что металлика настолько большое явление, что даже не нужно называть то, что случилось. Все и так понимают, о чем ты говоришь. Ну, я об этом уже сказал. Очень грустно, что многие паблики и так далее к этому так подходят, как школьники, которые думают, что будут бухать всю жизнь. Это серьезная проблема. Я об этом даже говорить с собой не буду. С какой скоростью Портос обнаруживает и захватывает новые кейсы? Об этом нужно сделать отдельный ролик. Моментально. Итак, последний комментарий, потому что я только 15 минут назад опубликовал пост. будет от человека с ником Гитарное Чмо. Расскажи про эпифоны. Твой опыт, впечатление об этих гитарах. Расскажи о качестве японских и корейских эпифонов. Такое чувство, что... Такое чувство, что сейчас стрим. Я рассказываю и сразу дают вопрос на эту тему. Ха. Ну, вот. Я об эпифонах уже, в принципе, рассказал. О чем-то больше, наверное, надо в отдельном ролике уже пилить. Японских эпифонов я не пробовал, поэтому не могу сказать. На этом, дорогие друзья, все. В первую очередь, спасибо вам, что посмотрели этот ролик. Ну и, конечно, оставляйте в комментариях под этим роликом вопросы к следующему выпуску Хоруса, если таковы имеются. Скоро увидимся.